Сегодня православные верники означают одно из самых важных христианских святов – Водохрыща. У храмах пройшли святочные литургии и чины священия воды. У кафедральным свято-петропавловским соборы на Баженстве и Крестный ход означали епископ Гомельский Жлобинский Стяфан. У святочным шести приняла удел наш корреспондент Наталья Капрыленко. В этот день христиане у всего света вспоминают евангельскую падею хрящения Иисуса Христа в родце Иордан. Христи у Збавителя пророк Иоанн Протеша, якого так само называют хрящителем. Другая назва Водохрыща – Бога Явление. Она дадена святую память про суды, который отбылся по час хрящения. На Иисуса Христа знай, бесса усышел святый дух у облички голубя. Лишится, что на Водохрыща вода заполнена до ополнечной, набывая гаючей властивости и заховывая их на долгий час. Ее дают пить хворым и детям освящают ее домы. У Гомеля сотни верников сегодня пришли до Кафедрального Петропавловского собора набрать освященные воды для себя и своих родных. И у каждого свои семейные водохрыщинские традиции. Я верующий человек, поэтому я и пришла. Для того, чтобы прикоснуться к Господу, как-то еще раз очиститься от грехов. Вот этот праздник – это все, как вам сказать, ступенька к личной жизни. Вот. Наряду с Пасхой. Надежда наша. После святочной литургии традиционно у всех, кто пришел помолиться на службе, те просто набрать освященной воды, принимают удел под Охрыщинским хрестным ходом. Основные мероприемства у Гомеля разгорнулись на набережные раки СОЖ. Хрестным ходом кировництво епархии, приходжане и гости города пройшли от Кафедрального собора Святых Петра и Паула по Киевским спуску до Набережной. После освящения воды у Иордана все, ожидающие, смогли окунуться в водохрыщинскую полонку. Те, кто не одважился на зимовое купание, поддерживались мельчаков с берега. Хрест, что нетрадиционная мягкая, в плане надворья водохрыща, люди, которые вытремывали омовение, означают, что в троскучую зиму легче окунаться, чем в одлигу. Отличная теплая вода, подогрели, наверное, вчерашнего дня. А уже 10 лет, посчитали сегодня, 10 лет, уже 10-й год. Когда-нибудь заболете хоть раз после? Нет, слава богу, нет. Ну, готовиться надо к этому делу, скажем так. В мороз лучше купаться. Я уже не первый год, и очень хорошо, очень мило, всем советую, независимо от возраста. Место для купания у Иордана, обсталеванные во всех районах Гомеля, купели и установлены так само у поколюбящих у Весцы Черной. И в Новой Гуте у местах купания дежурить воротовальники, бригады худкой медицинской допомоги. Специалисты раець людям адекватно оценивать свои силы и не окунаться в нецверозом стане, а так само взять с собой теплые вещи и чай. Наталья Каприленко, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель».